Всем привет, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Александр. Сегодняшний видеоролик будет посвящен выбору котла непосредственно для своего, для частного, для загородного дома. Какой котел выбрать, какие принципы работы, как устроен алгоритм работы конкретно вот этого котла. Это Zota Focus на 22 кВт. С какими проблемами я его? Вот сейчас он работает. Он стоит, работает уже третьи сутки. Дом уже полностью прогрелся вместе со вторым этажом, хотя на втором этаже еще радиаторов отопления нет. Он полностью прогрел дом. Значит, с какими проблемами я столкнулся, как он настраивается, алгоритм его работы. То есть в этом видеоролике я постараюсь максимально объяснить и рассказать. Ну а если ты до сих пор не подписанный от канала, не нажал лайкосик под этим видеороликом, советую тебе сделать это прямо сейчас. Итак, друзья, поехали! Какой же котел выбрать для своего, для загородного, для частного дома? Ну, естественно, это ни у кого не будет никаких сомнений, что если у вас есть возможность подвезти домой газ, то природный газ, я имею ввиду не тот, который в баллонах привозит изжиженный, а именно природный газ, то, естественно, лучше будет поставить газовый котел. То есть он намного экономичнее, намного дешевле, он занимает меньше места, он более там безопасен. В общем, много-много плюсов у него, но сегодня мы его рассматривать не будем. Почему? Потому что конкретно к нашему дому у нас нет газа и у нас стоит выбор только в двух, точнее даже в трех вариантах. То есть первое, это обычный дровяной котел, который топится либо дровами, либо углем, ну, любым твердым видом топлива. Второй вид, это пеллетный котел, который, соответственно, сейчас у нас здесь стоит, установлен, вот он завелся, кстати, вот он сейчас у него, все, работа пошла, только что был процесс розжига, пошла работа. Значит, это пеллетный котел. И третий вид, который мы могли бы себе сюда поставить, это электричество. Ну, сами понимаем, то, что электричество сейчас стоит совсем таких немаленьких денег, да, за киловатты мы будем отдавать много, поэтому здесь остается у нас два, либо дрова, либо пеллеты. То есть потихоньку отсекаем, да, газ отсекли, электричество отсекли. Нет, электричество здесь в любом случае будет стоять, у меня здесь остались выводы для электричества, электрический котел это на тот случай. Если нужно будет этот котел отсюда снять, вытащить на ремонт, на обслуживание или еще что-то с ним случится, если его отсюда надо будет вытаскивать из котельной, мы включаем электрический котел и никакие там морозы. Короче, отец заходил, столк у меня сбил. А что мне рассказывал, да? Мы, значит, его вытаскиваем, запускаем электричество и не в один мороз у нас не заморозится система, не заморозится дом, у нас будет продолжаться, то есть пока у нас этот котел будет на ремонте, у нас будет это гоняться все электричество. Значит, с этим вопросом понятно, значит, газ мы отсекли, электричество ввиду того, что оно очень дорогое, мы тоже его отсекли, значит, у нас остается два котла. Первый это обычный дровяной на твердом топливе, значит, дрова, уголь и так далее, да? И пилетник, либо пилеты древесного происхождения, древесные, либо из лунги подсолнуха. Два варианта пилетов есть. Значит, что касается стоимости отопления на дровах, углей или пилетах, тут это сложно уже не сказать, потому что это, если я сейчас выдвину какую-то точку зрения, она будет такая, ну, субъективная, то есть в плане того, что это же много от чего зависит. Зависит от того, расход твоего котла, он зависит от того, как ты утеплил дом. Например, у нас сейчас здесь 200 утепление стены, каменная вата, 250 пол и 250 крыша. То есть утепление хорошее, все мостики холода перекрыты, значит, все как бы вроде бы сделано грамотно. Если у вас там утепления толком нету, у вас там тяп-ляп, везде щели, там с дома смотришь, улицу видно через какой-то там угол, то, естественно, на отопление вы будете потреблять, котел у вас будет потреблять больше. Для того, чтобы оценить, понять, какой котел, дрова или пилеты выгоднее в использовании, значит, по деньгам, сколько будет покупать дрова или пилеты, для этого нужно поставить два котла, один дровяной, один пилетный в один и тот же дом и сначала потопить дровами, потом потопить пилетами. Тогда вот это будет уже явно видно, то есть кто, значит, выгоднее, кто экономнее, кто неэкономичное расходование, да, значит, ресурсов. Значит, по поводу этого мы выяснили. Сейчас хочу рассказать, почему у нас остановился, значит, наш выбор, мы остановились на пилетном котле. То есть, смотрите, здесь очень много нюансов есть по этому поводу, то есть, ну, их прям много. То есть, да, смотрите, давайте начнем с первого. Если у вас стоит дровяной котел, то дровяной котел вам нужно топить его каждый день. Подкидывать его утром разжигать, там, вечером подкидывать дрова там или уголь, да, то есть постоянно нужно быть дома, постоянно этим заниматься. С пилетами такого нету. Вот такой вот бункер. Открываем крышку, сюда засыпаем пилеты. И про все это хозяйство мы просто забываем на, там, 3-4 дня, если на улице не особо холодно, котел у вас редко зажигается, запускается и редко работает. Там и на неделю хватает. Здесь на табло, значит, он все пишет. Вот у меня сейчас написано, еще 40% бункера осталось. То есть, можно даже крышку не открывать, то есть, просто подойти пострелить. 40% осталось, все нормально. Значит, это что касаемо, значит, по обслуживанию, так сказать, по топке самого котла. То есть, не надо к этому котлу здесь каждый день подходить. Тут надо раз там в несколько дней чистить зольник. То есть, открываем нижнюю дверцу, достаем оттуда ящик с золой, просто высыпаем ее куда-то, засовываем обратно, закрываем и забываем. Значит, это первый момент. Второй момент, что немаловажный, это безопасность непосредственно самого котла. Чуть позже мы проведем с вами эксперимент. Я вам покажу, что с этим котлом будет, если ему отрубить электричество. У меня тут пока времянка сделана, потому что у меня электричества, то есть, электрощитка еще нет. Здесь везет автомат на 6 А, который я просто вырубаю. Тем самым я инсценирую, как бы, выключение электричества. То есть, что у меня происходит с котлом? Я просто вырублю автомат, и у меня абсолютно ничего не будет. То есть, у меня здесь не стоит никакого, ни бесперебойника, ничего. И этот котел, он никогда не закипит и не разгонит вашу систему до кипящей температуры. Что касается с дровами. У вас обязательно должен стоять бесперебойник. Потому что, если у вас перестанет работать насос, у вас топятся дрова, вот, у вас система мгновенно закипит. И многие, многие умники, умники, умницы, на ютубе я смотрел, и в интернетах разных пишут, что выход с котла, да, подача с котла обязательно должна быть металлическая труба хотя бы полтора метра. Какой от этого смысл, я вообще не вижу, потому что, если у вас вырубят питание, и у вас закипит котел, у вас вот этот метр трубы, полтора метра железной трубы, они вас не спасут. Кипящая вода процессом, в процессе циркуляции, естественной циркуляции, когда она закипит, она у вас эту кипящую воду разгонит по системе, там и до десяти метров от, соответственно, от котла. Поэтому, если у вас будет полтора метра, допустим, металлическая, а потом у вас пойдет полипропилен, ну, например, вот у меня бы здесь был бы металл, здесь бы полипропилен, у меня стоит дровяной котел, вырубили отопление, он у меня закипел, металл у меня остался целый, ничего с ним не стало. А вот эта вот, вот эта вот вся часть, она у меня просто поплыла, потому что котел разгонит, ну, не будет он вот здесь кипеть, вот здесь кипеть, а через полметра уже не кипеть. вода разгонится очень быстро то есть вы даже не заметить это это 10 15 20 секунд времени то есть чтобы прод прогнать полтора метра железной трубы поэтому смысла от этого вообще никакого нету значит ну если только касаемо что вот смысл есть да вот у меня например смотрите участка тел работает вот пока вот все мы это хозяйство пока мы этот видео видеоролик пишем да у меня в это время все котел работает то есть он уже вышел на температуру часа 56 градусов вода стоит на 60 да вот смотрите я трогаю металлический уголок здесь стоит вот я на него руку положил я его держу за ним сразу находится труба смотрите я за трубу я чуть позже вам прям вблизи покажу я прям за трубу его вот прям за трубу вот так трогаю температуры там нету абсолютно никакой то есть даже если ребенок подойдет и возьмется за дымоход прям за дымоход выход с котла он не обождется то есть там просто очень тепло но там не горячо значит это что касается значит безопасности пилетного котла то есть вырубаем электричество и без всякого бесперебойника ничего с ним не происходит он просто затухает и все потом когда включается электричество он запоминает последний рабочий режим и выходит обратно на этот же режим то есть дело здесь ничего не надо если же у вас стоит дровяной котел то естественно с этим у вас будут небольшие проблемы да то есть вам нужно будет бесперебойник ну и постоянно быть на фоксе в плане того что там допустим вас дома нету вам жена звонит говорит у нас тут отключили электричество ты такой так нормально у меня там бесперебойник стоит а потом такой где-то там находишься на работе такой сидишь такой так бесперебойник да блин а если там что-то проводок где-то отвалился или контакт я там давно ревизию не проводилась там давно не проверял что там и как блин а слушай жена зайди обратно в котель ну-ка посмотри у нас насос работает нет ну вот в плане вот этого да то есть какие то есть моменты с этим же абсолютно не переживаешь то есть нету никаких мыслей по поводу того что произойдет какой-то чип этом и так далее так поехали далее третье какие хорошие полезные плюшки есть у пилетных котлов вот такого типа первое это значит ему можно подключить то есть у меня сейчас насос подключен напрямую в сеть до насос можно подключить котлу там есть сзади блок управления все контакты расписаны в книжке инструкция есть там любой там просто школьник разберется втыкаем насос дальше котел у нас уже начал управлять и насосом то есть насосом он управляет все никаких проблем нету у меня она подключена в напрямую в 220 вольт да значит и так я и оставлю почему я принял решение оставить напрямую то есть у меня будет щиток электро щиток и будет отдельный автомат стоять на насос почему я решила стоять так сейчас объясню смотрите значит если сейчас у нас перестает работать насос ну предположим да перестает работать насос у вас котел разгонит до заданной температуры 60 градусов и потухнет то есть ну вода все равно не закипит в любом случае она никак там не закипит то есть даже если перестанет работать насос а котел будет продолжать работать он разгонит до 60 и потушит его вот в таком значит виде да мы знаем если у нас перестал работать насос то это либо автомат да либо у нас это сам насос мы просто проверяем питание доходит ли до насоса если питание доходит до насоса значит у нас крякнул насос мы берем запасной насос который у меня лежит гараже просто две американки откручиваем вставляем новый насос все радуемся дальше если же у нас насос будет подключен непосредственно к мозгам котла то когда он перестанет работать у тебя стоит перед тобой два выбора либо это мозги да либо это сам насос вот для того чтобы проверить мозги ну их тоже так нет не так будет просто проверить то есть то есть как бы исключить момент выхода из строя мозгов то есть будет не так просто поэтому я его сделал напрямую он у меня и будет в электрощитке отдельным автоматом включаться все у меня отдельный автомат будет на сам котел и отдельный автомат на сам еще на сам насос значит это что касается значит насосом также к этому котлу можно подключать комнатный датчик то есть прям в комнату завести датчик блок управления котлом чтобы он работал не по температуре воды чтобы он допустим вот у меня сейчас стоит на 60 градусов чтобы он не 60 градусов именно грел а чтобы он работал от комнатной температуры. Выставляем, предположим, 22 градуса, и все. И он уже, то есть тут вода может упасть там хоть до 20 градусов, то есть вода упадет, но если в комнате будет 23 градуса воздух, да, тепло, он не зажгется, не включится. Как только температура там упадет до 21, то есть настраиваем диапазон, допустим, включение 21 градус, выключение 23 градуса, ну, комнатной температуры. И все, и он эту температуру будет держать, то есть он никуда не будет там переходить выше или ниже, то есть нет такого. То есть сейчас он у меня работает по температуре воды, для этого теперь батареи нужно ходить регулировать. То есть на улице тепло, их надо прикрывать термоголовками, на улице похолодало, их надо открывать, ну, это муторно. Проще будет поставить блок управления, значит, в помещение, в само, в жилое. И, соответственно, чтобы этот блок управления регулировал котел, регулировал котел, да, и настраивал нужную температуру, какая вам нужна. Так, ну, это, наверное, скорее всего основные такие плюсы по сравнению с дровяным котлом, да, который нужно топить углем или дровами. Этот же пилетник, его нужно топить пилетами, значит, это три основные такие плюсы пилетника, да. Ну, и есть четвертый, один очень хороший такой, немаленький такой жирный, так сказать, минус, жирный минус этого котла, это его на стоимость. То есть, если на сегодняшний день мы можем взять дровяной котел, предположим, там тысяч где-то за 50-60, пускай хороший, да, то вот такой котел мне обошелся, то есть на сегодняшний день, вот сегодня, он стоит порядка 185 тысяч. Именно вот этот котел, значит, мы его покупали в конце зимы, в начале весны, если я не ошибаюсь, там еще мы попали на акции, на скидки, он вышел в 150, тогда 150, сейчас он будет, ну, больше 180 тысяч, он обойдется вам этот котел. Ну, плюс обвязка самой котельной, вот у меня есть на обвязку котельной, вот все вот эти трубы, трубы, насосы, баки расширительные, тут еще где-то 1030-40 у меня сюда ушло. Поэтому наш выбор пал на, именно на пилетник, не особо хотелось нам, значит, возиться с дровами, то есть, второе, это безопасность, ну и так далее, то есть, все плюсы я уже перечислил. Пускай он подороже, но зато он поудобнее и с ним попроще, так сказать, обращаться. Ну, а теперь, наверное, давайте, друзья, я покажу, как этот котел, как этот бункер засыпается, то есть, мы открываем просто крышку, да, ну, то есть, вот я уже повторил, сейчас там, сейчас там, вот мне пишет 40%, да, сейчас я еще покажу, что находится в самом бункере. Пойду, возьму мешок с пилетами и засыплю его туда. Берем мешочек, вот так вот здесь его надрываем и пилеты благополучно туда засыпаем. Таким образом наполняем полный бункер и забываем, ну, при сегодняшней погоде на улице, это в районе нуля градусов, да, то есть, этого бункера хватит примерно на неделю. Так, ну, а теперь, наверное, друзья, давайте перейдем непосредственно к самому котлу. Я расскажу принципы работы, настройки работы, какие нюансы, с какими проблемами я уже столкнулся при эксплуатации этого котла, хотя прошло там 3 или 4 дня всего, вот, но проблемка у меня уже одна появилась, она уже была. Она маленькая, это и то больше по моей вине проблемка. Давайте, значит, я расскажу и покажу. Итак, поехали, значит, котел Zota Focus на 22 киловатта. Значит, что мы имеем? Бункер. Здесь у нас идет один шнек, который нам подает пилеты. Вот они сами пилеты, давайте посмотрим. Вот так вот они выглядят. Через первый шнек он подает пилеты. Пилеты засыпаются сюда, попадают в нижний шнек. Нижний шнек их заталкивает в горелку. Вот непосредственно там сама горелка. Видите, там происходит горение. То есть идет горение. Сейчас давайте для того, чтобы показать вам, что произойдет, когда вырубят электричество. Сейчас я вам покажу. Смотрите, значит, у нас стоит на 63 градуса, он уже до 63 разогнал. Он сейчас, кстати, будет выключаться. Поэтому давайте, пока он не выключился, мы ему отрубим нахер электричество. Он потух. Улитка остановилась, перестала дуть. Насос тоже остановился. Все, котел сейчас находится без питания электричества. Вы видели, там все горело, все сверкало. Дальше пилеты попадают в горизонтальный шнек. И шнека, ну, это все управляется мозгами. То есть это не хаотично. Это уже мозги управляют. То есть уровень надума. Значит, когда подавать шнеку одному, когда подавать шнеку второму, с какой мощностью дуть улитки. Работать на 80, на 60 или на 40 процентов от положенной, значит, мощности. Значит, здесь у нас стоит еще такая вот заслоночка. Вот эта вот как раз заслоночка, она нужна для того, чтобы сейчас не поддерживалось горение. То есть когда у нас улитка перестала маслать, вот эта вот, у нас заслонка закрылась. Все, кислорода туда не попадает. Также там есть еще одна задвижка, видите, да? Чуть позже я к ней вернусь. Вот из-за нее у меня была небольшая проблемка. Значит, далее пилеты у нас попадают в камеру, не в камеру сгорания, а, ну, назовем ее пускай камеру сгорания, на горелку, так сказать. На горелку, да, в горелку, в чашу. В чашу, вот, они попадают в чашу, начинают раздуваться этой улиткой. Там стоят два тена, которые накаляются до красна и разжигают эти пилеты. Снизу здесь находится зольный ящик. Вот он, видим, туда зола падает, да? Вот, сверху у нас просто дымоход, то есть обычный дымоход, видим, да, то есть оттуда заходит и туда уходит. Тем самым из-за вот этого поворота, вот этого поворота, у нас вот эта вот труба, я вам хотел показать. Вот, смотрите, дымоход. Так, камера немножко у меня сдвинулась. Так, вот, смотрите, дымоход. Видите, да? Вот она, труба заходит, смотрите. Вот, я за нее могу, вот, видите? ну то есть она не разогревается до таких температур что там что-то плавить так значит далее что у нас по еще по конструктиву этого котла мозги у нас находятся вот здесь вот стоит распаечная вот такая коробка там блок управления со всеми контактами значит в инструкции есть специальная в инструкции специальная схема подключения куда что как подключать ну и по поводу электрокотла сразу пока я здесь покажу вот отсюда и вот сюда будет стоять электрокотел тем самым мы закрываем кран внизу закрываем кран вверху откручиваем американку отсюда американку откуда-нибудь отсюда или оттуда неважно и вытаскиваем котел открываем вот этот кран открываем вот этот кран и все и у нас система продолжает работать дальше и никаких проблем вот так значит что еще по конструктиву так ну давайте наверно знаете как проверим что вот я уже сколько времени прошло минуты две наверно да он уже должен потухнуть они это еще горит но потому что почему еще горит потому что он работал на максимальных оборотах то есть он накидал много пилет и сильно их раздувал на мощностях так сказать да но при этом вода вот здесь сюда но она никогда то есть вот смотрите котел продолжает гореть ну то маленькая маленького до говорим что-то на разогреет что ли что-то она еле-еле там горит еле-еле полыхает давайте еще минутку подождем она до конца уже потухнет то есть пилеты сами по себе они не поддерживают как такового горения то есть для того чтобы гореть пилетом им нужно чтобы вот это вот улитка их раздувала то есть если она их не будет раздувать они сами по себе гореть не будут далее здесь установлена вот такой вот есть такая пробка сюда прикручивается так называемый клапан безопасности бывает такое что не знаю ни разу не видела ни разу не слышал что вообще кто-то их ставил но они есть заводом изготовителя предусмотрены такие клапана значит если забивается вот этот шнек может произойти такое что в этом шнеке начнется тление тление пилет то есть не горение именно не горение а тление дальше дым через бункер через пилеты и начинает у нас валить из-под крышки то есть там горения нету как только вот сюда вот снизу прикручивается термодатчик как только этот шнек разогревается до температуры там какой-то в районе 80 что ли градусов здесь стоит клапан клапан открывается и где-то на стену вешаем бачок с водой со шланчиком клапан обычный механический клапан обычный термостат он открывается и просто шнек заливает водой и все нахер тушит но никто этого не ставит потому что если даже здесь начнут за будет забит значит шнек если он забьется то произойдет следующее значит он просто нагреется нагреется вот эта гофра она плавится при температуре 80 градусов она просто расплавится здесь пилетов нету вертикальной трубе они только в бункере все просто оставшийся пилет отсюда высыпется и никакого горения дальше не произойдет то есть просто вот здесь в нижней трубе немножко потлеет немножко подымит но мы обязательно на потолок мы еще не обшили нам гипсокартон будет на потолок повесим пожарный датчик который будет сигнализировать если какие-то дымовые газы появились помещение чтобы так сказать предупредить о том что у нас котельные какая-то херня происходит так ну давайте откроем посмотрим до сих пор еще горит ну все видите уже тут уже все ну то есть вот этот огонек он уже абсолютно ничего не греет и он не закипит вот я отключил ну чё тут катал даже холоднеть стало горячее было все она уже начала остывать то есть ничего тут не произойдет дальше включаем электричество в электричество далее котел зота начинает у нас запускаться все видите написано стоп то есть это значит система выходила в в общем отключали электричество блок управления увидел что не было питания температура газа 74 градуса сейчас у него будет из режима стоп он перейдет в режим раздува начнет обратно раздувать подкидывать ему пилет также друзья немаловажный момент и немаловажная особенность так сказать этого котла если его на сегодняшний день сейчас именно он пилетный то есть в нем установлена снизу пилетная горелка пилетная чаша но мы можем эту пилетную чашу оттуда вытащить закрутить сюда обычную заглушку режим из значит сейчас у меня котел работает в режиме фазе лоджик это фазе лоджик это значит заводская система заводская настройка тестировался на многое долгое время говорят что самое удобное самое хорошее если вам не нравится фазе лоджик вы можете уже для себя настроить вручную чуть позже мы перейдем к настройкам я покажу как все это делается вот но на сегодняшний день он пилетный но если мы захотим из него сделать дробиные мы вытаскиваем горелку ставим заглушку выключаем режим фазе лоджик влю вкручаем значит ручной режим закидываем в топку дров и начинаем его просто топить так в общем ладно друзья я жду пока он разожгется думаю что не разжигается он до сих пор вот в этом режиме стопа потому что у меня заданная температура стоит 60 а он его успел видите перед и когда мы выключали было 63 но вот 65 час до 2 градуса он еще поднял то есть вот этим вот своим горением небольшим давайте мы сейчас поставим у 70 настройки котла регулировка мощности значит не туда зашел заданная температура котла выставляем 70 градусов смотрите и сейчас вот он через еще один граду 1 2 градуса еще упадет и котел начнет запускаться так давайте поедем с вами по настройкам вот видите 64 еще градусов упал и котел пошел раздув показывает нам вентилятор работает насос надув 40 процентов и значит температура газа в 67 градусов но после 50 он видит что 67 градусов это значит идет уже горение потому что горение у нас действительно идет правильно идет горение то есть для него 67 градусов это значит что горение то есть сейчас он быстро перейдет в режим значит работа и начнет догонять до 60 до 70 градусов и так поехали значит что у нас касается настроек значит переходим ну то есть есть разные режимы зима-лето есть функция ночное снижение котла то есть ночь он работает допустим там на ночь ставить его на 60 днем на 70 ну чтобы ночью он поменьше грел ну не знаю зачем это ей надо но это в принципе есть так значит общие настройки там дата время ты и так далее ручное управление необходимо так ладно сервисные настройки в них кстати лучше вообще не лезть по сути дела тут очень много настроек сервисные которые настройки горелки есть вот розжиг время тестирования и так далее то есть это все можно менять но в системе фазе logic это есть такая вот смотрите настройки котла заходим до уровень топлива можно откалибровать установить то есть от калибровку можно сделать калибровку поставить допустим засыпать полный бункер написать что у вас тут сто процентов и он вам будет писать значит дальше сигнал отсутствие то есть 10 процентов в бункере остается он начинает пищать орать типа добавь ему топлива здесь мы также есть выбор топлива пилеты или пилеты из узги подсолнуха дальше так режим работы котла вот есть пилеты есть ручной ставим ручной это у нас дрова и все поставили ручной режим и можем уже топить на дровах так регулировка мощности дальше поехали вот здесь вот очень много настроек по значит непосредственно по саму котлу в инструкции все есть причем расписано все буквально тут то есть для дурачка как бы недалекий человек действительно поймет все производительность подачи значит гистерезис котла гистерезис котла это гистерезис 1 гистерезис 2 и просто гистерезис есть это режимы когда ему запускаться то есть видите здесь допустим стоит один градус то есть если у нас то есть это гистерезис 1 это если у нас котел допустим настроен на 70 градусов до 60 на 69 градусов он выйдет на минимальную мощность и последний градусом будет догонять уже на самой минимальной мощности есть допустим гистерезис номер 2 где вот он у меня только что я где-то недавно видел гистерезис 1 вот гистерезис 2 3 градуса это как раз у то есть у котла как работает котел то есть предположим стоит на 70 градусах если теперь от допустим котел выключен температура падает насос работает температура упала до 64 6 градусов он запускается сначала запускается на максималках то есть 3 градуса он тебе разгоняет на максималке то есть до получается 67 до далее у тебя он выходит в средний режим это 50 процентов мощности не за не не доходя ну три градуса очень не доходя до 70 он выходит в средний режим еще два градуса он догоняет на среднем режиме и за один градус до максимального значения температуры он выходит на минимальный режим в минимальном режиме он выдает всего 4 киловатта потребляемой мой то есть очень мало пилетов кушан там еле-еле там вентилятор значит пропеллер там на 30 процентах всего работает в общем еле-еле он дует и соответственно то есть вот эти все показатели вот все значения они все настраиваемые все все меняются вот максимальную мощность котла тоже можете выставить видите допустим если вам не нравится что например очень быстро разгоняет очень мощно как бы да можете взять допустим убавить на 15 из 22 киловаттного котла сделать 15 киловаттный котел то есть с этим проблем здесь нету максимальная мощность надува все регулируется то есть это все по книжке вот но вот есть производительность подачи тоже видите то есть она вся регулируется но перед тем как запускать этот котел я вам сейчас расскажу немножко перед тем как запускать этот котел необходимо его настроить именно под этот вид топлива который которым вы будете топить то есть нельзя так просто взять любые пилеты сюда засыпать да и включить ему там пуск и все и он пошел работать это будет неправильно как будет делать правильно значит как это указано в инструкции значит допускаем котел включаем электричество заходим в давайте я вам вот так лучше буду показывать заходим значит регулировка мощности заходим тест подачи и нажимаем тест подачи и производим тест подачи у вас вот отсюда начинает сыпаться вот этот шланг вот эта гофра она должна быть одета только сверху снизу она одета быть не должна то есть снизу и снимаем хватом в бок выводим ставим ведро делаем тест подачу у вас он начал сыпать В ведро значит пилеты То есть первый тест он сделал Он заполнил значит вот этот шнек вертикальный Который наверх уходит Все Берем это ведро Высыпаем обратно в бункер Ставим еще раз это ведро Делаем новый тест подачи Он идет 5 или 6 минут Сделали тест подачи Он набрал ведро Дальше нам нужно эти пилеты взвесить Взвешиваем на весах каких-нибудь электронных Желательно точных Значит ведро с пилетами Высыпаем пилеты взвешиваем пустое ведро Получаем значит в массу пилет Которую он высыпал за вот эти 5 или 6 минут Мы эту массу запоминаем Дальше после теста он покажет Даст значит вылезет окошко Где нужно будет выставить И крутилкой выставляем нужную массу Нужное количество Которое у нас получилось путем вычисления Вот этих пилет Выставляем эту массу И все И теперь уже можно запускать этот котел Ну и по настройкам В принципе у каждого свои То есть кто кому как нравится Я до сих пор например для себя еще пока не понял То есть я еще в моменте Вычисления и исчисления Я еще до сих пор балуюсь настройками Пробую одно добавлять Другое прибавлять То есть смотреть как котел работает Смотреть его на производительность Потребляемость Значит тех же самых пилет Вот но опытным путем Опытным путем Путем метода тыка Мы обязательно придем К какому-то значит К какому-то алгоритму движения К какому-то алгоритму работы этого котла Который больше всего мне нравится То есть на каких там допустим Оборотах На какой мощности В киловаттах ему заводиться Какой наддув ему делать На скольких градусах Переходить допустим В тот режим или в тот режим То есть это все настраиваемое И это мы будем настраивать Регулировать Смотреть Пробовать Стараться Вот значит Что касается Давайте я сейчас расскажу По поводу Своей проблемки Которая у меня возникла Уже на второй день Я вот рассказывал Про эту вот задвижку Значит что у нас получилось Значит в котле Точнее не в котле А в инструкции к котлу Значит есть книжка Свой паспорт В этой инструкции указано Сколько для этого котла Должна быть Значит вот именно Вот эта задвижка Там кстати еще про дымоход сказано Не надо Допустим если там написано Что труба должна быть Не менее 5 метров Значит делайте ее Не менее 5 метров Потому что это все зависит От тяги От работы Ну и в общем Чтобы у вас потом проблем не было Значит смотрите Первый день запустил Поработался нормально На второй день прихожу Котел значит Разогреет воду Потухнет Начинает опять запускаться И у меня вот отсюда валит дымок Прямо из бункера валит дым Я в общем не могу понять В чем проблема Почему откуда дым Начинаю звонить Одному знакомому У которого такой котел Второму Никто с такой проблемой Не сталкивался И потом я начинаю понимать Что у меня Скорее всего Улитка Вот эта Которая внизу дует Дует слишком Чересчур много Я ее в настройках Убавляю ее мощность И вон ее мощность Ее мощность И смотрю Дымка вроде бы Как бы Нету Значит но Котел должен работать На тех мощностях Улитки На которых он работал Тогда я понимаю Что просто Сечение дымохода Сечение дымохода Не хватает Пропускная способность Не хватает 120 дымоход Не хватает Для вот этой улитки То есть улитка дует больше И газом легче Не протолкнуться В трубу туда наверх А им легче Вот по этому шнеку По этому шнеку Вот так через бункер И в обратную сторону Прям сюда То есть Я так понимаю Улитка много будет Улитка же Заводские настройки В системе Фазе Лоджик Они работают на 80% На максималках Средние это 60% И минимальный режим работы Это 40% Что я делаю Я смотрю Вот на эту Вот на свою заслоночку Она должна быть открыта На 18 мм То есть вот здесь Вот у нее есть Маленькая маленькая Такая кошечка Я не знаю Видно вам друзья Нет Ну вот она Да Видно квадратненькое Такое кошечко И в этом окошечке Да Так ну-ка давайте Вот так попробуем Вот так Вот Вот в этом вот окошечке Вот видите 18 стоит Видно 18 То есть вот в этом окошечке Должна появиться Циферка 18 Ну рисочка 18 А у меня там было По-моему Если я не ошибаюсь 21 То есть пропускная способность Этого окна Слишком большая Улитка дует Слишком много воздуха И он не может Ему проще И сюда в бункер Я ее прикрыл Как в инструкции На 18 И никакого дыма И никаких проблем Ну что друзья На этом я думаю Будем заканчивать Основные моменты Я рассказал Почему наш выбор Остановился на пилетном Котле Да значит Это было в начале видеоролика Дальше объяснил Принцип алгоритм работы Этого котла То есть значит Один шнек Второй шнек Подаем в чашу Там стоят горелки Для розжига Я объяснил И показал Что будет с ним Если отключить питание То есть этому котлу Не нужен никакой бесперебойник Он и без него нормально справится Ничего не будет Это все абсолютно Полностью безопасно Немного вам рассказал По управлению этого котла То что Здесь настройки Ребят Там просто Если зайти еще В сервисные настройки То есть это я вам показал Только основные настройки котла Если зайти в сервисные настройки Что я вам не рекомендую Делать Они с завода уже настроены И лучше туда вообще не лезть Вот А еще лучше будет Там есть Можно поставить Пин-код, пароль Для сервисных настроек Поменяйте Пин-код, пароль И просто забудьте его Чтобы туда просто Больше нельзя было зайти Значит Это что касается Настройка котла Ну а по остальным По основным настройкам Можете играться Баловаться Экспериментировать Добавляйте градусы Туда-сюда Гистерезисы Надувы И так далее И тому подобное Время подачи шнеков То есть Тут тоже Это все настраиваемое Все регулируемое Если у вас Что-то идет не так То есть Вы все это можете Подкорректировать То есть Вот такой вот котел То есть полностью Автоматический Не надо с ним ничего делать Кроме того Как засыпать сюда Пилеты Там раз Как я уже сказал Раз в пять дней Раз в семь дней И раз в неделю Чистить зольник Просто достать ящик Высыпать с него Золу Поставить обратно Закрыть дверь Котельную И все И забыть про то Что у нас там Что-то где-то там Работает То есть Вот такая вот Значит Вот такой вот У нас Мы поставили себе Отопление Вот такой вот котел Так Ну а на этом Наверное друзья Мы с вами будем Закругляться Значит Основное Что-то рассказал По этому котлу Показал Я объяснил То есть Почему выбор пал Именно на этот котел Также Если вам Интересна Какая-то Дополнительная Информация К этому котлу То есть По настройкам По алгоритмам работы Или еще Какие-то вопросы У вас есть То на ютубе Есть канал Официальных представителей У них Очень много Видеороликов Где показано Рассказано Что как Подключать Если вы Уж совсем Деревянный Прям вообще Ничего не понимаете То там Разжевано Прям настолько Что разжевано Прям разжевано Вот Так что Если интересно Заходите Находите То есть В поисковике Зота Можно найти Любую информацию Ну а у нас На сегодня все Все кто досмотрел До конца Всем огромное спасибо Всем кто сейчас кушал Всем приятного аппетита Всем до встречи Всем пока